Утро доброе, ни одной тревоги, ни одной сирены ночью не было. А это значит, что утро просто шикарное, чудесное, прекрасное. И сегодня мы едем на пикник. Я вас беру с собой. Ну как на пикник? Короче, мы едем на рыбалку на Киевское море. И там пожарим мясо. Я уже взяла, в садочек положила помидорчики, огурчики, водичку взяла, пледик, каремат, мяч. Кстати, мне надо в багажнике забрать, у меня лежит футбольный, самолётики у малых есть, попускать. Погода сегодня, кстати, очень даже прохладная. Вообще солнца почти нет. Поедем мы на Киевское море. Мне очень нравится там одно место, водохранилище Киевское, называется Киевское море. И там очень красиво. Там мы видели норку в прошлый раз. А там так тихо, спокойно. Нет вот этого шума, гамма машин. Мы тут живём возле дороги, и тут постоянно тут машины, машины, машины. Хочется, знаете, иногда выезжать от этого балагана куда-нибудь в тишину. А вот и сегодня мы едем в тишину жирить мясо на водохранилище. Сейчас собираемся и выдвигаемся. Вообще осталось... Офигеваю просто. Две недели до школы у меня нифига ещё не куплено, нифига не собрано. Надо закупить тетради, ручек, обложек, ещё денники. Тимур идёт в первый класс. Это для меня вообще шок. Я не знаю, как я справлюсь с двумя учениками. Я задевил, я справлялся с двумя цкпцами. Лето. Вы вообще лето заметили? Я лето не заметила. А оно как-то слишком быстро пролетело. Но мы, слава богу, успели накупаться в речке, нагуляться, накататься на самокатах, переехать. Для меня это лето вообще было очень таким... Много событий, короче, было разных. Вот. Поэтому... Хотела я очень сильно поехать в Одессу. Я даже там сняла квартиру. Две квартиры я сняла в Одессе. Одну на одну неделю, вторую на другую неделю. А потом, когда начали вот это кассетными обстреливать, и прилёты были в Одессе, я решила, что не, нифига, нет, детей я туда не повезу. Пусть ещё годик подождём. Очень хотелось в Одессу, но... Пляха-муха. Жизнь важнее. На море, конечно, хотелось. Но ничего, съездим. Я думаю, в следующем году уже можно будет спокойно ездить. Я очень надеюсь, что уже всё будет нормально, и не будет вообще ничего плохого больше. Будёт всё только хорошо. Но очень надеюсь. Очень надеюсь. Ладно, всё. На три минуты наговорила. Погнали с вами на пикник. Всё, мы на месте. Сегодня ветер такой. Просто капец. Слушай, не подумали, будет жарко, но я, как всегда, беру детям тёплую одежду. Я не знаю, как будет меня слышно. Я боюсь, что сильный шум. Я это что-то вставлю в пикник. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Ой, какая чудесная Какая чудесная вещь ДимаTorzok 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 Большого ДимаTorzok Алиэкспресс можно поставить на кухню например на поверхности ты готовишь кушать поставила и он тоже будет обдувать тоже работает без света заряжается здесь аккумулятор это все на отключение света естественно когда я все это можно при конец и не был в эту комнату у нас конец и не достает поэтому боже но такие в на такие классные кстати я читала отзывов что хватает именно заряда аккумулятора вентилятора на полностью весь период пока нет света дальше на отключение света я себе заказала еще лампы которые на магнитах примагничиваются к верхней поверхности ну поняли где кухня рабочая поверхность сверху шкафчики и под ними я хочу вот эти лампы тоже на отключение света я их купила чтобы когда не было света можно было их включить и готовить спокойно себе еду мне понравилось то что их не нужно клеить нужно ли какими там шурупами ничем они на магнитах вот эти штуки на двухстороннем скотче короче при просто выклеивать и лампа туда тут и все а потом сняли и зарядили вот и включу блин ну не видно я включила и она светится они в какую сторону не видно даже моргает короче они светятся только мне надо разобраться ничего не бачу вторая такая же я заказывала у разных производителей и мне интересно одинаковые чем да они абсолютно одинаковые да абсолютно одинаковые лампы короче это на кухне я под ящики наклеил чтобы у меня было на кухне потому что на той квартире у меня было знаете чем божье и такая замученная с этим переездом и не обращайте внимание у меня было там светодиодная лента приклеила и она то что постоянно жарко было надклеивалось отпадала и еще раз напомню это актуально для на отключение света потому что у многих и так есть подсветка под кухней на и под этими шкафчиками но если нет света она не работает поэтому это на отключение света дальше дальше шум и нащение боже ну и коробки дай бог им здоровье помнятое все караул а вот это наверное все таки поедет в немече ну потому что эту я заказывала когда еще мы были на той квартире и там короче было просто лампочка на кухне и я думала туда эту штуку повесить это смотрите в патрон вкручивается специально идет короче здесь внутри вентилятор и светодиодная лампа у вас получается светит лампа и в то же время работает вентилятор работает она от обычного патрона вот тут она закрывается и все и у вас ну вы поняли короче это крутая штука у вас и свет есть и вентилятор сверху дует это для тех у кого есть куда включить и здесь у меня везде люстры поэтому тут я ее использовать не буду это я наверно кроме германии так и что еще что то еще есть а это кстати лампочки которыми мы сейчас пользуемся тоже на отключение света думаю уже у многих эти лампочки есть вот как раз таки с такими лампочками ну то и ходим по всей квартире вот такие лампочки тоже а еще одна побольше размером нет одинаковый размер две лампочки что тут еще о шнурки короче шнурки которые на магнитах вы поняли у меня давид не любит завязывать шнурки а это шнурки которые друг с другом вот так соединяются это в корсовок вставляете потом они просто на магнитах так чук защёлкались и все две черных я заказала и одни себе белые в кеды тоже короче шнурки на магнитах так последняя посылка здесь тоже будет наверное вентилятор у нас было 40 и выжить на девятом этаже что в той квартире что в этой просто невозможно если нет света да тоже вентилятор давиция хорошо тоже идет зарядка тоже красивенький такой сейчас я отклею эту наклейку вот так он выглядит сюда еще наливается короче вода и он еще отсюда идет увлажнитель короче вот такой еще вентилятор под ним вентиляторы вот такой вот у меня заказ там еще кучу всего едет поэтому я вам попозже поснимаю вот еще должно приехать сейчас покупаю вентиляторы и потом буду покупать обогреватели но я надеюсь что эта квартира у нас будет намного теплее что в той квартире почему мы собственно сюда и переехали одна из причин была это то что в той квартире было очень холодно и до такой степени холодно что зимой там шла плесень по стенам по потолку по стенам там шла плесень и нужно было там специально ее убирать короче мы там убирали плесень со потолка со стен там было очень сыро окна все были в воде конденсат был на окнах и там включали обогреватель масляный обогреватель уфо и кондиционер на тепло и все равно было холодно приходил тогда на коммунальный большой потому что я тогда отапливала всем чем только можно квартиру и сыро было и холодно и плесень и мы мерзли нереально и окна пластиковые там были отвратительные они нифига не защищали ни от шума на улице ни от холода на кухне там подставляешь что-то к руку и тебе ты чувствуешь как дуется окна поэтому там было очень холодно зимой и у меня в прошлое зимой когда первую зиму мы там зимовали мне тогда еще зародилась мысль что я сказала все больше зиму здесь зимовать не буду в следующую зиму мы сто процентов выйдем на другой квартире потому что здесь очень холодно ну и плюс добавилось то что эти обстрелы короче начали сильные и нам понадобилось метро по домам чтобы не идти с детьми ночью в 20 минут в три часа ночи до метро до кого-то 20 минут это быстро метро рядом для нас 20 минут это очень далеко потому что с маленькими детьми которых надо поднять в 3 часа ночи ну они спят и их в 3 часа ночи должен поднять это все метро потому что ты тупо живешь на 9 этаже а это последний этаж был 9 это была там панелька И ты на девятом этаже под крышей И я прекрасно понимаю, что если будет Ну, как бы что-то падать Она упадет на последний этаж И, короче, ну Было очень безопасно И поэтому ребенка разбудить ночью Особенно зимой сказать Пошли в метро, он спать хочет А метро еще 20 минут идти пешком Учим себя всего одевать Это точно приключение Поэтому мне надо было, чтобы метро было вообще возле дома Ты просто вышел из подъезда и ты уже в укрытии Да Это бывает редко Но в случае будет метро рядом Я отвечу на ваш вопрос Который всплывает у вас сейчас в голове Как же ты не хочешь ли вернуться назад в Германию Нет, не хочу И закрыли эту дему навсегда Можете даже не задавать мне этот вопрос Короче Я прям не могу ласить Вообще бесшумно работает Кайфую Сегодня я с тобой кайфую И я буду дальше разгребать свой шкаф Потому что у меня здесь разгребать Еще очень-очень много У меня сейчас Я загружу в этот шкаф Короче Видите вещи там на полу И я навожу порядки Все Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому